Добрый день, коллеги! Меня зовут Гаврилин Олег. Приношу вам свои глубочайшие извинения за то, что я некорректно просчитал московский трафик и опоздал на три с половиной минуты, насколько я вижу. Итак, сегодня я хотел с вами поговорить о приборах, цифровых приборах, которые в своей повседневной деятельности применяют ныряльщики-апнеисты. Ныряльщики, которые ныряют на задержке дыхания, это фридайверы и подводные охотники. В ассортименте компании Тетис имеется такой вот рейндж приборов на разный вкус и в кошелек, который состоит из прибора Sporosap SP1. Вот я вам показываю его. Все его видели наверняка, да? Вот такой вот у него шоу-бокс. Дальше, следующая модель более продвинутая. Sporosap SP2. Вот так вот он. В такой коробочке он поставляется. К нему отдельно можно приобретать кардио-монитор или кардио-белт. О необходимости вот этого странного девайса мы с вами поговорим чуть позже. Я даже попытаюсь продемонстрировать некое видео, которое я снял в тестовом бассейне инженерной фирмы Тетис. И премиальная версия. Это прибор, который выпускается под брендом Амер Гумберто Пелизари by Momo Design. И он называется UPX1. По сути, это тот же самый Sporosap SP2, только в премиальном карбоновом исполнении. С логотипом неоднократного рекордсмена и чемпиона мира по фридайм Гумберто Пелизари. И к нему по умолчанию включен в поставочный сет этот самый пресловутый кардио-монитор, кардио-датчик. И надо сказать, что вот такой набор в премиальном исполнении будет стоить все-таки значительно дешевле, чем просто если мы будем по отдельности покупать Sporosap SP2 и к нему кардио-монитор. Напомню, что с инженерной точки зрения, да и с математической точки зрения, это один и тот же самый прибор. Итак, переходим от частного к общему. Зачем вообще подводным охотникам нужны приборы? И так же, как и придайверам. Ну, на самом деле, если кто-то когда-то сталкивался с проблематикой ныряния погружения на задержки дыхания, все знают, что это такая история, которая требует от человека собранности, контроля и спокойствия. Спокойствие, оно возникает прежде всего от того, что человек полностью осведомлен обо всех нюансах того, что с ним происходит. Как бы, чтобы не было какого-то такого неприятного удивления от того, что вот, оказывается, я нахожусь на какой-то глубине, я вроде всплываю, я должен сходить уже давно, а поверхность воды еще далеко. Или от того, что там задержка дыхания, может быть, слишком длительная какая-то, человек увлекся там, вылеживая какую-то рыбу какого-то заборя там или дейтича и так далее. Вот, ну, в общем-то, для того, чтобы выйти живым и невредимым из поединка с водной стихией и с одним из самых древних вообще инстинктов человека, с дыхательным инстинктом, мы должны быть прежде всего осведомлены, осведомлены о своей локализации во времени, относительно того, сколько времени мы продолжаем нашу задержку дыхания, и в пространстве от того, на какой глубине мы находимся в данный конкретный момент времени. Вот, собственно говоря, для чего нужны эти приборы. Они говорят нам о том, где мы и когда мы. Это, как бы, нюанс первый. Нюанс второй. В общем-то, ну, подводная охота, да, по сути, фридайвинг тоже. Всегда надо помнить, что это не один какой-то конкретный нырок, да, а это всегда совокупность ныроков, чередующихся с периодами отдыха. И за время периода отдыха мы должны не только насытиться кислородом для последующего нырка, но и избавиться от переизбытков углекислоты, который мы накопили за время, там, определенного цикла предыдущих каких-то нырков. Ну, то есть, опасность для подводного охотника может предоставлять не только недостаток кислорода, или гипоксия, но и переизбыток углекислоты, или гиперкапния, так называемая. И здесь, в общем-то, нужно тоже понимать такую штуку, что с физиологической точки зрения, насытиться кислородом-то мы можем достаточно быстро, для этого достаточно, ну, буквально нескольких дыхательных циклов. А вот избавиться от переизбытков углекислоты, это процесс намного более длительный, который требует от нас, в общем-то, ну, более протяженного времени отдыха какого-то. И именно для этого, в общем-то, любой практически современный прибор, а уж вот эти три прибора, о которых я, наверное, сказал, тем более, имеют такую функцию, как Surface Time, или время на поверхности, которую мы всегда можем там произвольным образом установить и сопроводить определенным звуковым алармом. Вот, этот самый Surface Time, ну, бывают разные, в общем-то, модели. Модели расчета имеются в виду, зависят они там от температуры воды, от глубины и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, считается, что для надлежащей безопасности, там, для нырков, там, на глубину меньше 20 метров, Surface Time должен быть как минимум в полтора раза больше, чем время предыдущего нырка. А для погружения на глубину свыше 20 метров, ну, соотношение должно быть, ну, точно совершенно один к двум. Не меньше. Вот, здесь еще, собственно говоря, я что хотел сказать по поводу всего прочего. Все-таки как-то мы же здесь собрались для того, чтобы не только объяснять, но и продавать снаряжение. А чтобы продавать снаряжение, мы должны людям там как-то компетентно о нем рассказать, показать, продемонстрировать. У нас вот есть такой вот наш чудесный сайт, официальный сайт Амербрунет. Он называется AmersapSpa.ru. Если мы сюда зайдем, вот раздел «Приборы», видим, да, вот у нас появляются вот эти вот самые приборы различные. Ну, вот если, допустим, я захожу там в прибор Omer UPX1, то что я вижу? Я вижу здесь полный сет фотографий. Хочу заметить то, что это те фотографии, которые мы сделали сами, получив реальный прибор. Потому что зачастую, как всем нам известно, фотографии, которые мы берем из каталогов производителей, они далеко не всегда соответствуют тому, как прибор выглядит в реальности. То есть там, как он упакован, какой у него сет, какой у него набор и так далее. Потому что производители, они зачастую, в общем-то, тоже делают какую-то 3D-модель и вставляют в каталог не фотографии, а рисунки прибора его модели. Либо же фотографируют там некие прессерийные образцы. А потом как-то она начинает кочевать там из каталога в каталог, из интернета в магазин и так далее, вводя в заблуждение покупателей. И зачастую вызывая законы недоумения у последних, когда они вроде бы нашли в официальном каталоге один девайс, пришли в магазин, заплатили денег, получили совершенно другой. Ну и, собственно говоря, там потом мы все начинаем тратить время, силы и нервы на то, чтобы выяснять, как это выглядит. Вот я зашел, напомню, на страничку прибора Omer UPX1. И вот таким вот образом, сейчас у нас подгрузится, вот выглядит, в общем-то, это набор, в котором прибор поставляется. Видим, да, это Cardio Belt, это сам прибор. Цифры на нем не горят не потому, что у него там села батарейка, потому что любой прибор, который поступает со стопа, который никогда не включался, он пребывает в так называемом сервисном режиме Deep Sleep, глубокий сон, из которого вы можете его вывести, нажав на любую из кнопок, в течение пяти секунд, он переходит в рабочее положение и так далее. Обратно ввести в этот режим вы не сможете. Это сможет сделать только авторизованный биллерский центр, который в ближайшем времени образуется на базе компании TETIS. Далее, что еще у нас? Я к чему, собственно говоря, веду. Если прибор выключен, значит он априори новый. Его никто никогда не включал, не нажимал на кнопочки. Но, с другой стороны, если на приборе горят цифры, но это может говорить о том, что просто-напросто он попал с нашего склада продавцу, продавец достал его из коробки для того, чтобы изучить полностью левно-комплектовок, все ли там принадлежности пребывают в надлежащем состоянии, и просто-напросто включил его для того, чтобы продемонстрировать покупателю то, как он работает. В общем-то, вот такая вот какая-то история. Далее, к прибору поставляется вот такой вот PC-интерфейс. Видим, да? Значит, это обычный USB-кабель с очень такой оригинальной ответной частью, которая крепится на левую часть прибора. На задней крышке у него имеются там контактные группы, я покажу. И такие вот резиночки, которые, наверное, можно назвать штрипками, потому что они больше всего, наверное, напоминают... Не штрипками, прошу прощения, бретельками. Бретельки от женского бюстгалтера. Они предназначены для того, чтобы удерживать наш нагрудный кардиомонитор в корректном совершенно положении, когда мы одеваем на себя гидрокостюм. Потому что, напомню, этот кардиомонитор, он крепится на грудь. Потому что только нагрудные кардиомониторы могут достаточно корректно снимать реальные показания частоты сердечных сокращений, в отличие от любых напульсников. Напульсники это все-таки какой-то такой удел дешевого ценового сегмента и дешевых на самом деле приборов, которые не могут использоваться действительно серьезными спортсменами, действительно серьезными атлетами, которых интересуют их показания. Вот следующие какие-то фотографии, посмотреть то, что у нас тут есть. Вот такая вот изящная коробочка. Это Умберто Пелезаре, передаем компьютеру, я напомню. Дальше. Более крупно. Мы видим прекрасное вот это вот карбоновое кольцо. Структура карбона выглядит очень выигрышно, очень подарочно. Пси-интерфейс пресловутый. Гретельки. Ну и вот опять-таки мы вернулись. Далее. Этот компьютер, он подразумевает, как уже было понятно по наличию Пси-интерфейса, он подразумевает возможность подключения его к компьютеру. Причем это может быть как Windows-машина, так и машина, работающая на операционной системе Mac. Не знаю, как они сейчас называются там. Mountain Lion или Snow's Leopard. Я делал что, не помню, короче говоря. Они подключаются к Macintosh. Вот. Скачать все необходимое программное обеспечение можно вот здесь вот в разделе скачать. Видим, что у нас тут есть. У нас тут руководство по использованию. Быстрый старт. Это PDF-документы. Это скан копии. Если у вас есть ваш интернет-магазин и вам нужны фотографии в качестве этого прибора для того, чтобы сделать себе красивую витрину, вы можете отсюда одним zip-файлом выкачать все фотографии в high-resolution в высоком размере, в высоком разрешении. И, собственно говоря, здесь вы можете скачать последнюю актуальнейшую версию программного обеспечения DiverMaster для прибора OPER-UPX, AMER-UPX1. Вот. Собственно говоря, вы устанавливаете к себе на ваш компьютер либо Apple-скую, либо минус-версию вот этого обеспечения DiverMaster, коннектите к нему ваш прибор и дальше, воспользовавшись там функцией меню, ну, которая означает Watch Firmware Update, вы можете там ваш прибор перепрошить, потому что периодически выходят новые версии прошивок и ими, в общем-то, добавляются новые функции и убираются ошибки какие-то, там, ранее замеченные пользователями и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, это некий такой живой продукт, над улучшением которого постоянно работает там команда высококлассных специалистов. Собственно говоря, вот такая какая-то история. Вот. Программное обеспечение. Что для прибора UPX1, что для прибора SP2 абсолютно одно и то же. Вот там не слушайте никого на самом деле. Оно все абсолютно одинаково. Из каких-то таких отличий этого прибора от любых других аналогов можно сказать, что... Ну, во-первых, это матричный дисплей, то есть, ну, на котором могут быть изображены не только статичные какие-то цифры или цифры-буквенные символы, но и в виде пиктограмм могут быть изображены там графики какие-то, там рисунки и так далее, и так далее. Это первое. Второе, напомню, это кардиомонитор, который может работать как в надводном, так и в подводном положении. Здесь нужно лишь помнить такой нюанс, что, в общем-то, этот кардиобелт общается с прибором на достаточно низкой все-таки относительно других там кардиобелтов частоте с той целью, что именно эта частота в наименьшей степени интерферирует в то время, когда прибор пребывает под водой. То есть там для чего он предназначен. И под водой, соответственно, не бывает никаких ошибок, никаких сбоев, в отличие, допустим, от полуровских каких-то приборов, да, там, или там подсолнцевских, может быть. Но, в свою очередь, когда мы используем этот прибор на земле для кардиотренировок каких-то, не исключена возможность сбоев. Ну, то есть там, если вы бежите по улице, а где-то рядом работает какой-то там сварочный аппарат, а искра это такая штука, которая излучает излучение, простите за таптологию, практически в полном спектре, от ультракоротких ловов до длинных, то, в общем-то, здесь могут быть сбои какие-то. Ну, в любом случае, в общем-то, прибор подводный, наверное, предназначен для того, чтобы использовать его именно под водой. А здесь я хочу еще сказать, что, в общем-то, я увлекаюсь еще бегом на длинные дистанции, и когда бегу там какие-то свои, там, двадцатки-тридцатки, тоже достаточно часто использую этот прибор. Ну, учитывая, что я бегаю, в общем-то, по ночам, когда на улицах меньше машин, меньше загазованность, когда на улицах меньше людей, и, в общем-то, все-таки, наверное, какой-то я социопат, может, поэтому и увлекаюсь подводной охотой. Ну, в общем-то, я к чему веду? Я бегаю по ночам, и в это время я никаких сбоев по работе этого прибора не заметил. Что с ним может быть днем, не знаю, я просто днем не бегал. Вот, есть еще раздел видео, мы видим тут. Тут у нас вот некий мой какой-то обзорчик по всем приборам Амеровским, как какие-то у нас тут были на тот момент премии в наличии. Ну, Амеровские с Парасаба, скажем, то есть это с Парасаб СП1, с Парасаб СП2 и Омер ЮПИКС-1. С вашего позволения, я сейчас еще хотел бы продемонстрировать вам ролик, один, который записан на нашем чудесном YouTube-канале, который называется Омер САПСПА. Этот канал в YouTube, если вы на него вообще не подписаны, то подписывайтесь. Сейчас вот я попробую на него зайти. Как мне это сделать? Я прямо здесь набираю, да? Да, да. Так, сейчас, может быть, даже, наверное, мы пойдем к другим путем, сейчас мы через вот этот ролик туда займем. Оп, веб-странице недоступно почему-то он пишет нам тут. Вот этот, да? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Нет, что-то не хочет, почему-то не хочет. А, вот сейчас. Так, оплот, справки, рекомендации. Выберите пайлот для загрузки. Здесь набирать свой что, я не пойму. Нет, канал. А ты не подписан на наш канал? Эх, жалко. Вот, значит, посмотрим Оверсап СПА. Омер, это наш канал официальный. Вот, заходим на него. Можно подписаться, в принципе, вот если на эту кнопочку нажать, на красненькую. И смотрим тот ролик, о котором я вам говорил. Так, изменения в конструкции. А, вот испытания прибора Омер UPX1 с кардиодатчиком. Испытания этого прибора мы проводили в тестовом бассейне 9-метровом инженерной фирмы Тетис. И, собственно говоря, использовались при этом две камеры Интова. Одна камера снимала, скажем так, меня снаружи. Другую камеру вместе с фонариком Интововским уже я закрепил на приборе, сделав некую консоль, чтобы она непрерывно ее снимала. Задача этого теста была следующая. Я отделал на грудь кардиодатчик, отделал на руку прибор, все как полагается, подготовился к нырку, нырнул на дно бассейна и сделал задержку дыхания. Для того, чтобы посмотреть, какие метаморфозы претерпевает мой пульс от долгого состояния опной, от долгого пребывания под водой, посмотреть, как кардиодатчик моего прибора все это запишет, залинковать все это на компьютере и посмотреть, как оно все будет выглядеть. Сейчас давайте посмотрим, как все это происходит. Так, с вашего позволения, я выключу, наверное, звук, чтобы он не заглушал меня. Так, собственно говоря, вот он, этот прибор. Подводная часть съемок. Небольшое вводное слово. Я не хочу просто вам целиком тут все это показывать, тратить ваше драгоценное время. Вот я тут немножко рассказываю, что как у меня тут все будет происходить. Вот такой вот кадавр мы сделали из прибора, фонаря и камеры и, соответственно, гибкого монопода компании МТО. Вот Игорь Морозов, бренд-менеджер МТО, демонстрирует нам прекрасно мерзкие шорты и рассказывает о том, насколько сложно ему было сделать вот это вот мощное какое-то устройство такое, нетривиальное тоже. мы искренне сочувствуем Игорю. Это видно прямо по моему лицу. Дальше. Вот, на мне кардио-датчик. Мировский гидрокостюм. Викликсовский. Что-то тоже я такое вещаю. Давайте уже, давайте уже нырять. Вот здесь, наверное, мы сейчас будем нырять, я полагаю. Ага. Вот он, собственно, нырнул. Какой-то такой-то один из нырочков. Сейчас давайте поглядим в каких-то таких других реалиях. Вот так вот выглядел наш бассейн до недавнего времени. Сейчас мы его отремонтировали, почистили, побелили. Он стал очень красивым. Потому что, конечно, выглядит, как ракетная шахта какая-то, на самом деле. Я хочу сразу сказать то, что я сделал несколько мерков с задержками различной продолжительности для того, чтобы получить какую-то статистически достоверную картину того, как ведет себя сердце нырятьщика и то, насколько устойчиво работает в общем-то, кардио-монитор. Давайте сейчас я не буду тут прерывать ничего. Видим, как все оно происходит. Вот. Сёрфис тайм 2.27. У меня был 2.29. Вот я погрузился чуть глубже. Всё. И сёрфис тайм выключился. Я перешел в режим нырка. Пульс. И первое время даже немножко нарастает, потому что у меня приличная такая положительная плавучесть. Я вынужден немножко ускоряться. Он так подподнимался до 92 ударов. Вот я лежу на дне. Глубина 9 метров. Но на приборе написано 8.2. Связано это, наверное, с тем, что все-таки прибор по всей видимости у меня был выставлен. В режим C. Ну, то есть, тарирован по морской воде. А его нужно было переставить в режим Lake. Ну, то есть, по прессонаводной воде тогда вот этот разбег по глубине, соответственно, там уменьшится. Смотрим. Да, пока я всё это говорил. Пульс с 92 упал уже сначала до 72, до 67, до 64, 63 и продолжает снижаться. Ну, то есть, время задержки 44-45 секунд. Ну, то есть, можно видеть, что можно видеть, ну, то, что, да, действительно, пульс ныряльщика снижается. Да, можно видеть то, что кардиомонитор работает. Вот, мы начинаем немножко подсплывать. Очевидно, где-то я вытянулся, и, возможно, была даже небольшая какая-то потеря связи. Потому что, да, он резко как-то с 56 перескочил на 43. Может быть, это связано с тем, что, действительно, очень часто на всплытии пульс замедляется ещё сильнее. Потому что, когда мы пребываем на дне, у нас всё-таки присутствует некий какой-то стресс. Как только мы начали процедуру всплытия, уровень стресса очень резко падает. Ну, и, собственно, мы видели, что я начинал погружение на 92. Ударок в минуту заканчивал его на 41, на 43 ударов в минуту. Теперь посмотрим, как всё это выглядит на экране компьютера, если подсоединить наш прибор к нему. Вот, собственно говоря, мы подсоединяем прибор, жмём кнопочку Data Transfer и жмём кнопку Receive Watch Data. Ну, то есть, получить данные из часов. Всё. Скачиваем их, скачиваем, скачиваем. Вот так у нас всё отображается. Верхний график это он показывает все нырки за время дневной сессии. Синяя линия, ну, синяя кривая это глубина, которая колеблется от нуля до 8 с копеечки метров в секунду. Вот. Красная это, соответственно, то, как ведёт себя сердце нырячек во время каждого конкретного нырка. Ну, и внизу я выбираю там один нырок какой-то. Сейчас вот выиграю. Посмотрим, как он всё выглядит. Ну, вот смотрим, да? Вот, по сути, по своей. Тут бегает мышка, что-то такое показывает. Ну, и достаточно хорошо видно, как глубина нарастала, нарастала, нарастала. Потом возникло некое плато, потому что я лежал на дне. Потом глубина начала падать, потому что началась процедура всплытия. А засплытия. А пульс сначала тоже некое плато, потом нырок, применение достаточно активных мышечных усилий, чтобы преодолеть зону положительной плавучести. Потом падение, 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 падение статика. Пульс падает, 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 падает. И где-то уже в районе там минуты 15, когда начинается всплытие, глубина начинает снижаться и пульс продолжает снижаться тоже. Ну, вот, собственно говоря, я не вижу необходимости дальше всё это продолжать, потому что этот ролик вы можете увидеть и можете, наверное, даже как-то и... Сейчас, секунду. Как-то можете даже, наверное, подписаться на наш канал чудесный, а там много всякого прочего видео. Вот, собственно говоря, об этом я хотел с вами поговорить, потому что очень много есть там вопросов по поводу вот этого технически изощрённого девайса. Наверное, я могу сказать, что на этом мой вебинар по сути закончен. Если есть какие-то вопросы, пишите их, задавайте в чат, я вам с удовольствием на них отвечу. Ну, вы можете задавать либо в общий чат, либо в вкладку вопросов. Давайте всё-таки остановимся на вкладке вопросов, чтобы, если посмотрите, она будет у вас немножко там поправее. Так, мне тут мой коллега Виктор помогает разобраться с изощрённым интерфейсом вебинарной платформы вебинар.ру. Я перехожу во вкладку вопросы, где ожидаю вопросы от вас. Пока ничего не вижу. Коллеги, вы меня слышите? Напишите что-нибудь. Когда я перетромажу?